Если вы вдруг думаете, что профессиональные баскетболисты это такие слишком высокие, недосягаемые во всех смыслах звезды, то глубоко заблуждаетесь. К слову, в московском парке Горького завершил свою работу город ЦСКА. Там было много интересного. Окунуться в атмосферу лучшей игры с мячом, пообщаться с игроками армейского клуба и, конечно, взять у них автограф. Это лишь малая часть баскетбольного праздника, прошедшего в центре столицы. Ну, смогу пару пьемочков показать. Маленький Игорь на баскетбольной площадке не тушуется и без труда закидывает мяч в кольцо. Он уже год занимается в спортшколе, но и здесь, в городе ЦСКА, узнал новые приемы и упражнения. Армейский клуб в парке Горького устроил настоящий праздник баскетбола. Каждый желающий мог не просто почувствовать себя баскетболистом, посещая ежедневные тренировки с наставниками клуба, но и сравнить себя с игроками армейцев. Например, узнать, насколько отличается размах рук от форварда ЦСКА. Правда, Андрея Воронцевича в парке Горького можно встретить только на этом баннере, потому что больше половины игроков клуба сейчас заняты в сборных. Усеченный на время состав красно-синих тренируется сейчас в Москве. В плотном графике нашли время и для встречи с болельщиками. Кроме традиционных автографов и фотографий, армейцы наградили лучшую любительскую команду. Турнир ЦСКА челлендж проходил несколько дней. За какими-то играми армейцам даже удавалось следить с помощью социальной сети. Признаю, участники подготовлены хорошо. Мы, в принципе, играем в залах, на паркете. И когда мы смотрим уличный баскетбол, а это уличный баскетбол, нам кажется, что так просто все. Но на самом деле, судя по командам и по финалистам, мы видим, что уличный баскетбол нуждается в большей выносливости, в большей физике. Команды бились не только за право называться лучшими. Приз внушительный. Поездка на выездной матч Евролиги с участием красно-синих. А это перелет, проживание плюс билеты на игру. Я не знаю, что больше мы подкушаем, а поход на матч или поездку в Испанию, я не знаю, что больше нравится. Но в совокупности это будет очень крутой трип, и мы, конечно же, ждем этого. Это будет незабываемо. Специально бороду как у Радригиса растил. Команда «Проект Восток» незначительно, но увеличит число фанатов ЦСКА на трибунах. Ведь все мы помним, как главный тренер красно-синих Дмитрий Сатудис сокрушался. Мол, в таком многомиллионном городе так мало болельщиков у клуба. Надеется, подобные мероприятия помогут. Это большой шаг, чтобы привлечь как можно больше людей, детей и болельщиков к баскетболу. Мои аплодисменты всем участникам и организаторам. Прошедшая неделя в Московском парке выдалась поистине баскетбольной. Но если для взрослых это было скорее развлечением, то для детей и реальным шансом попасть в спортивную школу ЦСКА. Тренеры внимательно смотрели на парнишек. И, быть может, Игорь совсем скоро будет оттачивать приемы уже на паркете армейской школы. Юлия Широчкина, Александр Колотов и Дмитрий Миронов. Все на матч.